Сыны и Святаго Духа Святаго Отца нашего Иоанна Златоуста К враждующим против монашеской жизни Слово первое, продолжение Остановись, сказал я, остановись Довольно для нас и этих рассказов, чтобы мне не совсем лишиться дыхания Да и мне уйти хотя с небольшой силой Приказание твое непременно будет исполнено, только не прибавляй нам никакого другого рассказа Но уйди и молись, чтобы рассеялось облако моего уныния И получил я от Бога, против которого ведется эта война Некутрую помощь к уврачеванию восстающих на него А он, конечно, подаст, как человеколюбивый и не хотящий смерти грешника Но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был Иезекииля 33.11 и 18.32 Таким образом, отослав его и приступил к этому слову Конечно, если бы зло состояло только в том, что святые Божии, дивные мужи Бывают схватываемы, терзаемы, влекомы на судилище и подвергаемы побоям и другим страданиям О которых я сейчас рассказал, а на главу виновников такого буйства не обращалось никакого вреда То я не только не стал бы скорбеть о случившемся, но и еще весьма много и с удовольствием посмеялся бы этому Так малые дети, когда безвредно бьют матерей, возбуждают большой смех тех, кого они бьют И чем с большей раздражительностью делают это, тем более доставляют матерям удовольствие Так что они заливаются, надрываются от смеха Когда же дитя делает это часто и порывисто, поранит себя или булавкой, воткнутую в матерней одежде, около пояса Или иголкой на груди матери, задевшую за руку дитяки Тогда уже мать, перестав смеяться, предается скорби больше самого пораненного И то лечит рану, то сильную угрозу и запрещает ему делать это впредь, чтобы опять не потерпеть того же самого Так же и мы поступили бы, если бы видели в том деле детскую раздражительность И удар младенческий, не причиняющий им большого вреда Но так как эти люди, хотя теперь в полу гнева, не предчувствуют, но спустя немного будут плакать, стонать и рыдать Не таким рыданием, как малые дети, но тем, что во тьме кромешной, что в огне неугасимом То и мы со своей стороны сделаем то же, что матери С тем только различием от них, что не с угрозой и бранью, как они Но с ласковостью и полную кротостью, скажем, этим детям От этого святым мужам нет никакого вреда Напротив, еще выше награды и больше дерзновения Если мы станем говорить о будущих благах, вы, может быть, еще будете много смеяться Так как привыкли всегда над этим смеяться А настоящему, хотя бы в тысячу раз более любили смеяться Вы непременно поверите Потому что не можете не верить, если бы и хотели, когда самые дела говорят против вас Вы, конечно, слыхали о Нероне Этот человек был знаменит развратом Он первый один при такой своей власти изобрел какие-то новые виды бесчинства и распутства Этот Нерон обвиняя блаженного Павла, который был ему современником за то же самое, за что и вы, этих святых мужей Павел, убедив самую любимую наложницу его принять учение веры Вместе с тем убедил ее прервать и нечистую с ним связь Обвиняя его за это и называя губителем и обманщиком и другими такими же именами, какие вы даете отчельникам Сперва заключил его вузы А как не мог заставить его, чтобы он перестал давать советы девице, то предал на конец смерти Какой же отсюда произошел вред страдальцу и какая польза злодеев Напротив, какой не было пользы умершленому тогда Павлу и какого не было вреда убийце Нерону Первое, не воспевается ли во всей вселенной, как ангел, говорю пока о настоящем А последний, не проклят ли всеми, как убитель и свирепый демон Продолжение следует